Друзья, давайте поприветствуем друг друга аплодисментами, поприветствуем организаторов, всех деток, которые с нами собрались, ну и создавать будем друг другу праздничное настроение на протяжении всей сегодняшней спартакиаде. На традиционной спартакиаде всегда весело, как вы можете обратить внимание. Дети веселятся, невзирая ни на какие границы, и у них не должно быть сегодня никаких границ. Мероприятие организовано филиалом компании Русгидро, Саратовская ГЭС и Балаковской местной организацией Всероссийского общества инвалидов в рамках благотворительной программы «Чистая энергия». Сегодня в очередной раз пройдет наш праздник, праздник, который посвящен Дню защиты детей, и согласитесь, что очень здорово, что этот праздник вот так вот имеет продолжительное влияние. И проходит не только за один день, а уже и чуть позднее тоже может порадовать всех и каждого, кто собирается вместе с нами на этой площадке. Вас ожидают веселые и увлекательные состязания, спартакиады, ну и, конечно же, памятные призы. Дети. Так. Сколько лет может проработать ГЭС? Три варианта ответа. 50, 100 или вечно. Я уже чувствую, что с бегом у вас все будет отлично. В этой дисциплине вы уже прокачиваетесь на все 100%. Все ли помещаются, товарищи родители? Всех ли видно? Если всех, то мы готовы еще покричать немножко. Готовы? Раз, два, три. Ура! Мы очень переживали, что дожди, но сегодня солнце светит специально для нас. Для Саратовской ГЭС этот год юбилейный, как уже было сказано. На юбилей принято дарить подарки. Сегодня дарим подарки мы. Мы дарим вам конкурсы, спартакиаду, призы. И ждем от вас подарков в виде вашего солнечного настроения, боевого спортивного задора. Начинаем! Продолжение следует... Бегать мне больше нравится, потому что бег не расслабляет человека, а делает его лучше. Дарс, он чем лучше делает, он кидает, и надо попадать в цели. И так получается попадать в цели. Как тебе удалось так хорошо попасть прямо в центр? Это же вообще круто так. Потому что я целился хорошо, потому что мне надо было поглюривать. И надо... И в середину было над цельным соперником. Продолжение следует... Продолжение следует... Такие праздники, естественно, нужны для того, чтобы все люди, и дети, и родители чувствовали себя востребованными в обществе. Дети сейчас с инвалидностью досягают очень высоких результатов и на российском уровне, и на областном, и на международном уровне.